Почему нет какого-либо механизма борьбы с должниками по ЖКХ? Пусть они тогда идут на общественные работы, мусор убирают, подъезды белят и так далее. Заодно дружинниками в парке или границу охраняют. Вопрос, скажем, тоже такой очень злободневный на сегодня. Ну так, для справочки, на сегодня 4,5 миллиарда задолженность у нас потребителей коммунальных услуг по области. Это большой объем. Если мы порядка миллиарда начисляем, то есть по нему нет порядка. В общем, если взять эту область, то 4 месяца за коммунальные услуги мы не платили вообще. То есть, если так глобально брать языком цифр, то есть порядка миллиарда у нас предприятия начисляют в месяц за коммунальную услугу. Есть порядок борьбы с должниками, в том числе и определенным законодательством, и жилищным кодексом, и 354-м постановлением правительства. Есть большой объем механизмов, начиная от отключения коммунальных услуг, ареста имущества, продажи имущества, ареста счетов гражданина, ограничения права пользования каким-то имуществом, техникой, в том числе оружием, у кого оно имеется. Запреты выезда за границу, скажем так, за пределы Российской Федерации. Очень большой объем механизмов, которые на сегодня применяются, но, к сожалению, не везде они действенны. Потому что на сегодня мы понимаем принято законодательное решение, в том числе и пенсионеров, по взысканию с пенсии никто не имеет права полностью всю пенсию забрать, скажем, у должника. Потому что, понятно, человеку надо за что-то жить и существовать, потому что есть прожиточный минимум, который мы обязаны, не мы, но, в общем-то, обязаны гражданину обеспечить. Потому вопрос очень такой социально тонкий, ощутимый, и нельзя гражданина, в общем-то, сразу, скажем, сослать куда-то, чтобы он отрабатывал. Конечно, многим бы хотелось, особенно ресурсонабжающим предприятиям, потому что мы понимаем, такая задолженность, мы не можем рассчитаться за уголь, за электроэнергию, соответственно, платим также пенни штрафы. Хотя вот по должникам пенни штрафы, они очень внушительные сейчас. В свое время законодательно были внесены изменения, то есть, если ранее было 1,3 ставки рефинансирования, то что сейчас 90-120% от ставки рефинансирования, штрафы пенни не в разы повышены. Ну, к сожалению, не всех должников это пугает, потому что есть категория граждан, которая вообще не может оплачивать коммунальные ресурсы. И мы понимаем по законодательству, хотя сейчас есть и прецеденты, в том числе и по Российской Федерации, когда гражданина просто-напросто лишают его имущества. Предоставляют, муниципалитет имеет право там, грубо говоря, в рамках жилищного кодекса предоставить 6 квадратных метров гражданину комнату в общежитии, а жилое помещение забрать. Ну, это очень жесткая мера, и не всегда хочется к ней прибегать, крайняя, да, потому что здесь подходим дифференцированно. И я скажу, в последнее время количество должников уменьшается. Уменьшается, а вот та социальная группа, которая находится, скажем, ну, за чертой бедности, и, к сожалению, зачастую это граждане, которые вообще не хотят работать нигде. Живут на социальные пособия, там, на детские, как правило. А мы понимаем, если есть дети в семье, то наша задача всячески помочь вот этой семье воспитать нормального ребенка, обучить его. Потому что мы не можем, скажем, крайне жестко действовать и лишить эту семью, там, последних источников существования. Тут вопрос очень сложный, но мы работаем совместно с социальной защитой, в том числе, и, я говорю, к нашему счастью, количество должников сейчас уменьшается уже на протяжении последних трех лет. Это ощутимо, и мы видим. Плюс к тому же есть механизмы государственной поддержки, в том числе и поддерживают нас и Минфин, и губернаторы. Часть затрат компенсируется в виде субсидий таким гражданам, когда с гражданином вообще невозможно засыскать долги. Это за счет областного бюджета при наличии акта службы судебных приставов часть задолженности к данному должнику гасится. То есть тут много механизмов господдержки. Мы с должниками боролись, боремся и будем бороться. И мы, и служба судебных приставов, предприятия, потому что, ну, это коммунальный ресурс, за него надо платить. А вот такой момент, в принципе, Алексей, достаточно развернуто и полностью все ответили, а в части предложения. Вот меня немножечко смутил тот момент, что когда человек полностью не может оплачивать коммунальные услуги, государство за него оплачивает, по идее. А человек потом каким-то образом это отрабатывает? Или вот он такой молодец, что я просто, ну, вот, образно говоря, не хочу платить, и все, и за меня область заплатит? Ну, нельзя так сказать, не то, что область. Это, как правило, те люди, которые не то, что не хочу, но, честно говоря, вот, я бывал в таких квартирах, и очень жалко, особенно, когда в таких семьях дети находятся. Приходишь, там диван, старенький телевизор и ничего более. То есть там даже служба судебных приставов имущество не может арестовать, потому что там просто нет ничего. Ну, это гражданин Российской Федерации, это жители Амурской области, и потому принимается. Мы предлагаем им работу. Кстати, есть случаи, когда вот некоторые жители, в том числе, устраиваются на предприятии ЖКХ, мы предлагаем. Иди, либо сезонно заключаем договор, и есть кто соглашается, идут и работают, и часть, как правило, 50% они направляют на коммунальные услуги, на оплату, 50% на содержание семьи. Есть такие положительные моменты, даже где гражданин, он устроился временно, и потом остается, задерживается и работает на этом предприятии. Поэтому шанс даем, право даем. Ну, есть, к сожалению, очень сложные граждане, особенно если гражданин инвалид, то есть мы не можем его лишить последнего жилого помещения. Да, он получает пенсию по инвалидности, но, опять же, удержание идет в объеме, там, которого не хватает полностью погасить уже накопленную задолженность и зачастую текущую. У нас недавно нам центр занятый следовал цифры, точно не помню, но порядка 5000 вакансий у нас в Морской области, которые сейчас вот можно занять. Это вот к вашим словам о том, что некоторые не хотят, допустим, работать. Ну, здесь я вмешаюсь, зачастую те граждане, кто не хотят работать, у них низкий уровень квалификации, и вот та линейка рабочих мест, которую мы можем предложить, она очень, скажем, низка. Да, мы можем кого-то взять кочегаром, дворником, там, на подсобные работы, но те специалисты, которые нам нужны, скажем, сварщики высококвалифицированные, специалисты, кип там и прочее, то есть, ну, их, как правило, в той категории нет. Такие люди, как правило, работают. Такой труд, ну, почему мы в летний период очень активно работаем с гражданами, потому что много работ по благоустройству, в том числе управляющих компаний, там, никаких проблем нет гражданин принять на работу, чтобы он садил цветы там где-то, убирал мусор, благоустроил, садил деревья, то есть, есть такие работы, в том числе у нас там, побелка котельных, очистка котельных. Мы готовы таких людей принимать, и работаем с должниками, и есть случаи, когда люди идут. В общем, все в руках человека. Естественно.